Почти год в режиме повышенной готовности прожили ямальцы. А все началось с конца 2019-го, когда стали поступать тревожные новости из китайского города Ухань, где появились первые инфицированные коронавирусом. На уровне правительства страны предпринимались определенные шаги, чтобы минимизировать риски завоза инфекции в Россию. Но в условиях глобализации мира избежать пандемии не удалось. О том, как развивались события в стране и на Ямале, в нашем следующем сюжете. 16 марта губернатор Дмитрий Артюхов объявил на Ямале режим повышенной готовности. В своем обращении к ямальцам глава региона обозначил меры профилактики, которые становятся обязательными для всех. Главный способ минимизации этой проблемы – это уменьшение контактов. Мы видим опыт, который уже появляется во всем мире, он связан с одним. Там, где эти меры вводились раньше, удавалось ситуацию сдерживать в каком-то понятном русле. Там, где она отпускалась, сегодня мы видим, например, от ряда европейских стран ситуация очень тяжелая. С 18 марта все образовательные учреждения округа ушли на весенние каникулы. Массовые мероприятия перенесены. В лексикон прочно входят такие понятия, как дистанционка, социальная дистанция и самоизоляция. Школьникам по решению губернатора начали развозить продуктовые наборы. 25 марта Владимир Путин обратился к жителям страны и объявил неделю с 28 марта по 5 апреля выходной. Также президент заявил о беспрецедентных мерах социальной поддержки. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. 4 апреля президент вновь обращается к россиянам и продляет режим жесткой самоизоляции до конца месяца. В это время первые случаи коронавируса регистрируются на Ямале. Чтобы ограничить передвижение ямальцев по городам и поселкам, на въездах устанавливают контрольные пункты. Мы данные записываем в журнал, чтобы вести учет, кто у нас въезжает в город, кто где проживает, данные, дату рождения, место рождения, где прописано, на какой работе работает, где проживает Муравленко и сотовые телефоны для того, чтобы связаться. На Ямале по решению губернатора дополнительно к федеральным мерам поддержки вводятся региональные. Они направлены на семьи с детьми, врачей, предпринимателей. Первые случаи коронавируса в Муравленко регистрируются 8 апреля, а первый летальный исход в округе зарегистрирован в Надыме 10 апреля. Тяжелая ситуация складывается в Ханемее. В поселке весь медперсонал больницы уходит на карантин. Из Муравленко на помощь коллегам выезжает бригада медработников. Сначала было страшно, потому что не знали, что нас ждет. Я боялась ехать, потому что не знала, с кем я поеду, какая попадется бригада. Но мне безумно повезло, у меня попалась хорошая бригада. Это никакое не геройство, это просто обычная работа. Несмотря на многочисленные призывы оставаться дома, начавшаяся весна манила людей на улицу. Власти вынуждены были принять решение о введении штрафов за нарушение самоизоляции. С сотрудниками МВД России по городу Муравленко ежедневно проводятся профилактические рейды, направленные на соблюдение обязательной самоизоляции жителями города. С мая регионы в зависимости от ситуации начинают выходить из жесткого режима самоизоляции. На Ямале действует режим повышенной готовности. В начале июня поликлиники начинают оказывать плановую помощь. Ямал открывает авиасообщение. В Муравленко на базе детского отделения начал работу ковид-госпиталь для лечения легких форм коронавируса. Но в конце июня Ямал накрывает волна пандемии. Так, 30 июня за сутки 248 заболевших. В связи с большим наплывом пациентов 7 июля поликлиники вновь перестают оказывать плановую медпомощь. 10 июля на Ямале принято решение о выдаче бесплатных лекарств болеющим ОРВИ. Мы разбили на 6 групп. Это дети до 7 лет, дети от 7 до 18 лет и взрослые от 18 лет и старше. Причем в каждой группе есть набор медикаментов для более легких форм и для более тяжелых форм, которые уже включают в себя в том числе антибиотики и более серьезные противовирусные препараты. 31 августа на Ямале ослабляют режим повышенной готовности. С 1 сентября возобновляют работу кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. ЗАГСы возвращаются к обычному режиму работы. Школьники 1 сентября приступили к учебе в очном формате. Сегодня день особенный. 1 сентября. И главными, как всегда, гостями являются первоглазы. И сегодня вы самое-самое главное. Потому что вы будущее. Но к концу сентября становится понятно, что на Ямал пришла вторая волна пандемии. Количество заболевших растет каждый день. В Муравленко усиливают профилактические меры. Проводятся рейды по контролю за масочным режимом. Власти увеличивают количество коечного фонда. С 26 октября по 7 ноября школьники уходят на каникулы. После учеба в стенах школ возобновилась для учеников с 1 по 5 классы. Для остальных дистанционное обучение длилось до 30 ноября. В это время вновь возобновилась доставка продуктов питания для учеников из льготных категорий. Охотно откликаются, потому что ситуация сложная. Не только в городе, но вообще во всем мире, в нашей Российской Федерации сложилась. Поэтому люди принимают помощь и люди готовы оказывать помощь. Режим повышенной готовности действует на Ямале до 15 января. Сохраняются все действующие ранее ограничения. Но в округе наметилась стабилизация ситуации. Каждый день заболевших меньше, чем выздоровевших. В больницах сворачивают коечный фонд. Врачи возвращаются к оказанию плановой помощи. Началась вакцинация от коронавируса. Ожидается, что иммунитет будет выработан в течение первого месяца после введения вакцины. Но вы знаете, что она состоит из двух доз. А вот сегодня, значит, вводится первая доза. И через три недели вводится вторая доза вакцины. 2020-й был тяжелым годом, но он доказал, что мы в трудное время можем сплотиться. Мы многое поняли и многому научились. Работать дистанционно и учиться в домашних условиях. Регулярно мыть руки и носить маски. Терпеть разлуку и праздновать важные даты в узком кругу или с помощью интернета. Но главное, чему мы научились за этот год, проявлять ответственность ради заботы о близких. Эрнест Бавшин, Антон Иванов. Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин